Партнеры программы Магазин женской одежды Be The Best Оздоровительный центр Юмико Студия красоты To You Команда стилистов ProModa Когда нас бросают, мы теряем чувство собственной значимости. Мы считаем, что мы не такой уже и важный человек, а предмет, который можно просто выбросить. Обида, чувство гнева и несправедливости мешают нам дальше, и мы не можем начать строить новые отношения. Запомните одну простую вещь. Каждая новая любовь сильнее предыдущей, а мужчина – желание. Это действительно так. Расценивайте расставание как возможность изменить что-то в себе и в своей жизни, как делает наша новая героиня Оксана. Оксана, добрый день. Добрый день, Мария. Давайте с вами познакомимся. Расскажите о себе и будем выяснять причину вашего присутствия на нашем проекте. Меня зовут Оксана, мне 32 года. Я занимаюсь индивидуальным пошивом одежды. С недавнего времени я занялась дизайном собственных изделий. Занимаюсь бокалом, йогой. Много у меня увлечений. Но самое главное, почему я пришла на передачу, это был разрыв с молодым человеком. Мы с ним встречались два года, но потом я не хочу говорить, что он меня бросил, потому что я не хочу быть жертвой. Мы просто расстались, потому что наши взгляды не сошлись. И как взрослые люди мы приняли решение, что даже любовь не смогла спасти эти отношения. То есть настолько сильные были у нас разногласия. В чем ваши взгляды на жизнь не сошлись? Ну, когда у нас есть период влюбленности, мы закрываем глаза на многие вещи. Мы же видим образ человека в таких розовых очках. А когда доходит до каких-то бытовых вопросов, то раскрывается весь характер человека. И розовые очки, они бьются просто. Бьются вдребезги. Да. Вы классно преображаете людей. Просто я привыкла себя видеть в одном образе. Впрыгнула в эти джинсы, в свитер, побежала на работу, утром на работу, вечером с работы. Если там что-то себе сошью, это вообще праздник. А вы просто позволяете человеку взглянуть на себя под другим углом. Раскрываете его. Ну, а вы какой себя хотите увидеть? Я даже не представляю, но хотела бы увидеть себя такой посвежевшей, активной, красивой. Вообще, я приверженец такого спортивного, casual стиля. В принципе, такой стиль меня и устраивает. Но если вы сделаете что-то другое, я приму все. Мне, в принципе, ситуация ясна. Мы хотим измениться, мы хотим почувствовать вкус к жизни, да, заново. И, наверное, мы будем начинать наше преображение. Сейчас мы, Оксане Александровне, провели консультацию. По этой консультации мы решили сделать сезонный пилинг, который у нас сразу же освежит лицо, обновит кожу. Ну, причем этот пилинг, он очень хорош тем, что не требует реабилитации, да. То есть пациент у нас сразу же выходит и красивый. Раньше что-нибудь делали у косметолога? У косметолога я впервые хотела сделать губки, но потом подала заявку на ду и после решила подождать. И вот я здесь первый раз. Мы как раз с вами будем делать губы, восполним объем утраченный, подчеркнем контур. Вот я думаю, вы будете довольны результатом. Скорее уже хочу увидеть результат. Процедура коррекции губ достаточно безболезненная. Единственный болезненный момент – это будет, когда мы будем ставить анестезию. Анестезия у нас инъекционная. Тут буквально будет 4 уколчика, которых надо будет потерпеть, в этом целом процедура будет абсолютно безболезненная. Если вы боитесь какой-то гиперкоррекции, ее не будет, потому что мы выбрали препарат достаточно мягкий, который только подчеркнет вашу естественную красоту. Классно, я этого не хотела как раз, потому что я боялась, что у меня будут большие губы. Всем здравствуйте! Меня зовут Юля, и я руководитель студии «Красоты Тую». И сегодня в нашей студии мы предложим Оксане сразу три процедуры. Это маникюр, окрашивание и оформление бровей и создание прически. Давайте начнем с маникюра. Я ознакомилась с письмом Оксаны, и хочу сказать, что в данной ситуации ни в коем случае не нужно хандрить. А наоборот, нужно любить себя и радовать еще больше. А самым простым способом уделить себе внимание являются бьюти-процедуры. И сейчас мы Оксане сделаем классный и яркий маникюр. Кстати, Оксана, вы знаете, что по статистике мужчины чаще всего обращают внимание, когда у женщины френч на руках либо яркие ногти? Поэтому выбор за вами. Я выбираю яркий маникюр. Оксана, добрый день. Здравствуйте. Я слышала, что вы расстались с парнем. Очень такая деликатная тема, и хотите что-то поменять в себе. Я вас прекрасно понимаю, все ваши эмоции. И начать я хочу с бровей, потому что брови решают все. Они очень много значат в образе девушки. Особенно в этот период, когда все мы носим маски, и видно только верхнюю часть лица. Поэтому весь взор падает именно на них. Доброе утро, Оксана. Сегодня я буду вашим мастером по волосам. Меня зовут Александра Шрайнер. Давайте приступать. Ощущение, что я рассталась с большой кучей волос. Да, просто я когда стриглась под коре, мне очень коротко подстригали, мне так дошло. Ничего не получилось. Давайте еще стригись. В холодное время года я рекомендовала бы использовать спреи для того, чтобы волос не электролизовался, был увлажненным. Особенно, когда вы меняете температурный режим из теплой нежной квартирки, выходите на минус 20. У нас очень любят многие волосы носить поверх одежды. Так сказать, показывая свое богатство. Поэтому волосы начинают максимально электролизоваться. Чтобы этого избежать, когда вы снимаете в помещении шапочку, рекомендую использовать спрей для увлажнения. Как мы выяснили из разговора, Оксана предпочитает в обычной жизни такой достаточно расслабленный стиль, стиль кэжуал. Ей хочется чего-то необычного и эффектного. И я думаю, сейчас мы здесь это подберем. Поскольку вот-вот наступит зима, и вопрос верхней одежды становится остро актуальным, я бы, наверное, Оксане и нашим телезрителям порекомендовала присмотреться к яркой верхней одежде. Например, это может быть вот такая вот красная дубленка, либо эко-шубки разных позитивных цветов. Тему яркой верхней одежды я затронула не случайно, потому что в этом сезоне особо актуальны яркие цвета в любой одежде. Например, это могут быть джемпера ярких цветов, которые вы дополните достаточно спокойными, например, брюками, либо юбками. Либо, опять же, актуальные в этом сезоне кардиганы. Они могут быть тоже яркой расцветки, опять же, свитера какие-то яркие. Все это будет работать на ваш личный стиль. Мне, конечно же, хочется отметить разнообразные вязаные шапочки. Они могут быть разных цветов, разных моделей, фасонов, с разным декором. А еще хочу акцентировать ваше внимание на модных в этом сезоне шапках-ушанках. Они могут быть выполнены под дубленку, как вариант. Также могут быть полностью из меха, с какой-нибудь яркой брошью. Почему нет? А также они могут быть вязаными. Вот эта шапочка мне, например, тоже очень нравится. Ну и все мы, наверное, понимаем, что дело близится к Новому году, а это значит, что разнообразные праздники, корпоративы еще впереди. И самое время подумать над своим новогодним образом. Для Оксаны я также хочу подобрать какой-то наряд, который она сможет использовать как раз для новогодних торжеств. Субтитры сделал DimaTorzok У меня просто кожа головы проблемная. Если я мою чем-то, постоянно перхоть какая-то сыпется. Но вообще для того, чтобы убрать твою проблему, которая у тебя возникла в связи с тем, что ты очень часто меняешь шампунь и не можешь подобрать тот единственный неповторимый, который поможет тебе решить твой вопрос, тебе необходимо приобрести профессиональную серию для нормализации кожи твоей головы. Потому что все остальные являются раздражителями. Когда я крашусь, у меня кожа может шелушиться. Хотя у нее бывает жирный блеск. И я не могу подобрать правильно косметику. Когда я покупаю для жирной кожи, у меня слишком блестит, когда покупаю для сухой кожи, тогда она шелушится. Ну, я дам такой совет и скажу, что жирная кожа может быть обезвожена так же, как и сухая. Чтобы тон ложился ровно, я советую вам использовать какие-то отшелушивающие тоники, например, по типу вашей кожи. И не пренебрегать увлажнением, тем более в отопительный сезон. Оксана, у вас прекрасные глаза. Легкий тон, немножко румян. И можно использовать удлиняющую, подкручиваю тушь. Субтитры подогнал «Симон» Знаете ли вы, что у значительной части одежды в вашем гардеробе на самом деле большой потенциал? Удивлены? Но это так. Просто из-за того, что мы используем меньше половины вещей и привыкли к готовым сочетаниям, мы не видим возможностей для новых образов. От этого и возникает неудовлетворенность, скука и желание купить что-нибудь еще. Сегодня поговорим о сложных и интересных образах с привычными вещами. Итак, первый житель вашего гардероба – простая белая рубашка. Ее вы можете надеть с джинсами, брюками или юбкой. Думаю, вы об этом уже знаете. А пробовали в эти же комплекты надеть рубашку на футболку, топ или водолазку? Это же интереснее, правда? Предлагаю составить многослойный образ, надев рубашку на джинсы на выпуск и поверх добавить объемный свитшот или свитер. Также не забывайте про разные способы ношения рубашки, ведь их очень много. Очень сексуально, кстати, смотрится рубашка, когда на нее мы носим корсет или укороченный топ. Легкая юбка в холодный период практически всегда убирается далеко на полку. А вот я против. Такая юбка отлично впишется в зимние образы. Например, очень красиво смотрится юбка с объемными пушистыми свитерами. Также юбку можно надеть с водолазкой и жакетом. Ну а теперь я уже слышу. Да вот же у меня такая же рубашка и юбка. Не ношу, потому что надоело. Надеюсь, я вдохновила вас на эксперименты со своей одеждой. Оксана, ваше преображение подошло к концу. Вы готовы себя увидеть? Готова. Волнуетесь? Очень. Ну мы это ощущаем, девочки. Давайте не будем мучить. Я сейчас досчитаю до трех, вы повернетесь к зеркалу и будете рассматривать себя. Итак, раз. Два. Три. О, это я? Вот это, да? Оксана, вам нравится? Я в шоке. Я надеюсь. Ого, я такой никогда не была. У нас получилась такая вот дерзкая леди. Да, такая, знаете, ну, у меня слов нет, одни эмоции. А куда в таком образе вы бы пошли? В ресторан с новым мужчиной. О, отличное, отличное предложение. Мужчины, вас ждет прекрасная девушка. Я не ожидала такого. Просто я другой человек. Супер. Ну, я думаю, теперь новая жизнь начнется. Да, обязательно должна начаться. И мы в нее входим уверенные, позитивные и очень красивые. Правильно. Все, поддерживаю. Оксана, скажите, пожалуйста, вы будете использовать рекомендации, которые вам предложил визажист, так же я? Обязательно буду использовать, конечно. Я вижу, к чему приводят ваши советы. Только на пользу. Поэтому спасибо вам, девочки. Можно я вам всех? Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Оксана получила сегодня массу эмоций, и я думаю, это преображение поможет ей построить свою дальнейшую жизнь. Ну а вы, дорогие зрители, если хотите таких же метаморфоз, обращайтесь на наш проект. Мы с радостью вас примем. И мы не знаем, как поступить. А, не то, не то, не то. Так, так, так. Ой, а что мне рассказать? О, а тебе просто рассказать. Можно камер снова заполнить. Блин, ну ну что? Ну, важно стереть. Все, все? Все. Здороваться опять? Здрасте. Да, да, да. Лучше так, наверное. Ну не стандартная же, метр с кепкой. В детском магазине одеваюсь. Непонятно, ну как это сказать? Так, а меня снимаются? Я тут все вспотела, забежала. Еще раз. Давайте, пока не получится. Далее раз. Продолжение следует...